Мой, даже не доклад, а скорее небольшое сообщение, посвященному единственному аспекту в научных трудах Елены Сергеевны, где мы с ней можем соприкасаться и где наши интересы очень сильно сходились. Дело в том, что ни тематика ее научных интересов, ни традиции, которыми она занималась, ни методы, ни научные школы, которым она принадлежала, не соприкасаются с моими. В общем, люди с довольно разных направлений и разных научных интересов. Но тем не менее мне очень хотелось выступить на чтениях ее памяти, поскольку мое к ней уважение и теплые чувства были весьма сильны. И у нас все-таки было одно совместное дело, которым мы занимались вместе, а именно издание сборника работ Петра Григорьевича Богатырёха. И вот в память о нашей небольшой совместной работе мне бы что-то хотелось сказать. И я выбрала для этого такой аспект, который был ей тоже интересен. Вопрос о влиянии коммуникативных ситуаций, коммуникации на формирование мифологического текста и на то, как он строится в зависимости от тех или иных речевых стратегий информанта и собирателя. Я выбрала этот аспект еще и потому, что он также оказывался в центре внимания на наших семинарах. И вот мы здесь не так давно слушали доклад Александры Игоревны Шевелевой, которая занимается автобиографическими нарративами. И довольно много спорили о том, каким образом информант рассказывает о себе, как он выстраивает автобиографический нарратив. И есть ли вообще в народной культуре некоторая модель, по которой человек умеет это делать, на которую он ориентируется при рассказе о себе. И вот я помню, что у нас здесь даже высказывались мысли о том, что автобиографический нарратив – это скорее элемент, так сказать, письменной культуры, условно говоря, образованных людей, людей, которые включены в какую-то производственную деятельность и которым приходилось писать официальные автобиографии по каким-либо случаям. И у которых уже наработана некоторая модель, по которой они определяют, что нужно, а чего не нужно писать или рассказывать вот в этом нарративе о своей жизни и о самом себе. Но вот эта мысль, в общем, так сказать, натыкается на то немаловажное обстоятельство, что в наших интервью с самыми разными информантами, в самых разных, живущих в самых разных областях, в наших интервью, которые посвящены, казалось бы, субубо мифологическим вопросам, они выстраивают рассказ о том или ином мифологическом событии таким образом, что в центре этого рассказа оказывается повествование о самом себе и о своей трудовой, социальной, семейной, каком угодно деятельности. И, в общем, в этом не было бы ничего необычного, потому что мы с вами все прекрасно знаем, что были лично, это такой специфический жанр, который предполагает рассказ о неком индивидуальном контакте, рассказ о опыте индивидуального столкновения с мифологическим персонажем. Но при этом этот опыт индивидуального столкновения с тем или иным персонажем или явлением почему-то пропускается через некоторые вкрапления, осколки, элементы рассказа о своей собственной жизни и каких-то исторических обстоятельствах, в которых это мифологическое столкновение произошло. И вот эти осколки очень часто воспринимаются собирателями как некоторый, условно говоря, мусор, как некая досадная, никому не нужная информация, которая почему-то воспроизводится относителем традиции, несмотря на то, что вопрос совершенно необытный, что она кажется совершенно лишней и не отвечающей задачам данной быички или данного нарратита, который информант рассказывает. И вот с этими самыми автобиографическими вкраплениями не только я, но и думаю, каждый фольклорист, каждый собиратель традиционной культуры сталкивается так или иначе, и очень часто при расшифровке интервью они просто опускаются или там забираются в какие-то кавычки или пересказываются коротко, словами исследователя, которые это расшифровывают, и вообще выбрасываются из структуры интервью. Тогда, как на мой взгляд, они представляют это довольно любопытное явление. Вот именно на таких вещах я бы хотела обратить, вот сейчас немного остановиться. Собственно, в качестве такого фрагмента интервью я бы хотела взять разговор с Галиной Фёдоровной Кутельмах, которая вот справа на... А, 5 нажмите, что... Да, сейчас, простите. Сейчас на минуту 5. Галина Фёдоровна Кутельмах, которая находится справа, и, значит, это посёлок Самойловского района Саратовской области, с которой мы беседовали, собственно, втроём. Ваша покорная слуга Надя Рычкова и вот находящаяся на этой фотографии Ольга Алексеевна Михайлова, директор местного краеведческого музея. Разговор шёл о... Значит, интервью было довольно длинное, там около двух часов. Я проведу из него только небольшой фрагмент. Значит, L — это вот фрагмент, где, значит, говорят только я и вот Галина Фёдоровна. L — это я, K — это Кутельмах. Значит, разговор зашёл о самоубийцах и о том, что они не имеют пристанища на том свете и, в общем, становятся ходячими покойниками. Ну, в общем, очень характерный и очень, так сказать, нечистотный сюжет, который хорошо известен, вот в том числе в данной традиции. А вот я, с вашего позволения, его прочитаю. А вот вы говорили, что самоубийцы никак не могут пристроиться. Да, не могут. Говорят, что они ходят после смерти. Поэтому они ходят. Вот эти призраки. Это они домой приходят? Простите, а почему они... Так, это... Так, получается, нет, знаете, я всё-таки нажму эскид, чтобы было... — Может, это не всё видно? — Там не всё видно, да. Извините. Да, вот эти самоубийцы и быстро, как это, быстро умершие. Вот у меня брат. И дальше она собиралась рассказывать свою историю о брате, которая относится к числу вот этих так называемых быстро умерших. Быстро умершими она называет людей, которые, ну, говоря словами Дмитрия Константиновича Зеленина, не изжили свой срок жизни, умерли молодыми, и именно поэтому стали ходячими походами. То есть люди, которые говорят церковным языком, умерли напрасной смертью. Вот её брат именно так и умер. Вот у меня брат. Дальше повесила некоторая фауза, она отмечена в многоточии, и дальше начинается, собственно говоря, вот это вкрапление. Я жила во Львовской области, работала на границе таможенка. Значит, причём здесь работа на границе таможенка. Вот, вы не были там? Во Львовской была. Во Львове были? Во Львове была и во Львовской области была. А где вы были во Львовской области? Это Мастинский район. Ой, так я там же жила. Мастинска первая и Мастинска вторая. Мы работали в селе Чернява. Да, Чернява. Это на границе с Польшей. А я работала в Мастинске вторую. Я после института там в таможне работала. У меня в паспорте стоял житель Львовской области. Пограничная зона. И вот подождите, я сейчас расскажу. И дальше начинается, собственно, тот рассказ, которого мы все жаждаем. У меня там брата. Рассказ о братстве. Я его устроила на той, на железнодорожную. Товарники, картошку, зерно везут. Там это все. Там же все с узкоколейки на широкую переставляют. Ну, то есть, вот этот процесс, когда с европейской узкой колеей, значит, вот колеса переставляют на нашу широкую колею. Он там работает. И там его убило током. Ему 27 лет было. И, конечно, он быстро убиенный. Его действительно. И он мне все время снился. Все время. То он бегает, то на лошади, то так бегает, то он хочет меня убить. А я сама так, вот никто не поверит, вот так вот во сне круг начерчу. Вот снится мне. Вот во сне читаю отче наш, и он возле этого круга бегает, и ко мне не может подойти. Я тебе нисколько не вру. А чем надо начертить? Просто рукой? Да, так вот рукой показывает, как надо чертить круг. Во сне, и потом я за ним плакала, очень много плакала. И один раз мы там жили, дом большой, и так тахта стояла. И я уже проснулась, и так дверь, и я так леру на тахте. А потом я что-то глянула на дверь, и он заходит в черном костюме и белый рубашка. Заходит и смотрит. А я вот так вскочила, говорю, Шурка. Он с Сашкой был, но мы звали Шуркой. Шурка, он раз и исчез. Это вот я раньше верила, кто что говорит. Это действительно было. Значит, плакать нельзя? Нельзя. Ну и дальше интервью продолжается там на другую тему. Я хочу подчеркнуть, что вот такая структура рассказа о конкретном мифологическом случае, в которую вкрапляются обстоятельства, совершенно никак не относящиеся к делу, так сказать, к мифологическому сюжету, к мифологической модели, на которой она опирается, выстраивая свой рассказ. Это, в общем, довольно частотная черта, которая, но необязательная, безусловно, черта, которая встречается практически всегда в теркоммуникативных ситуациях, общения собирателя-информанта, тогда информант доверяет собирателю и, значит, вот, если так можно выразиться, раскрепощается. В ситуации, вот когда информант по каким-то причинам не считает нужным доверять собирателю, или, да, значит, не связанного как чужака, как человека, с которым нельзя делиться какой-то личной информацией, ничего подобного не рассказывается. Но и тогда и былички в основном не рассказываются, тогда человек ограничивается просто пересказом бытующих в традиции поверить. А, значит, какую же функцию, какую же роль выполняют подобного рода вкрапления в рассказе носителей традиции, зачем они в нем нужны? Ведь они никак не дополняют, не углубляют нашего знания вот о том экологическом явлении, о котором информант рассказ. Ну, вот в этом кусочке интервью, которое я вам здесь прочитала, вы видите, что это довольно стандартный рассказ для восточнославянской традиции о ходячем покойнике, который стал ходячим из-за того, что вот он умер вот этой напрасной смертью. Это одна причина, то есть он быстроубиенный, как она его называет. И вторая причина, которую она сама уже и озвучивает, это то, что она по нему слишком много плакала. И поэтому она его приплакала, и вот он ей явится. Ну, рассказ о круге, который надо очертить, чтобы, значит, в качестве такой вот охранительной линии, ну, это такая универсальная вещь, которую вы все знаете хотя бы там из гоголевского рассказа о ВИИ. Но вот этот вот фрагмент о работе таможенником на границе во Львовской области. А информантка не ограничивается рассказом о том, что у нее был брат, который вот так умер. Ей необходима некоторая самопрезентация. И она презентирует себя перед собирателем и перед двумя собирателем. Ну, Ольгу Алексеевну Михайловну она знает, и, значит, Ольга Алексеевна о ее жизни знает гораздо больше, чем мы. А мы до нее, люди незнакомые, пришли к ней первый раз. И она считает необходимым, значит, вот представить себя вот через некоторую свою жизненную деятельность. Я жила во Львовской области, работала на границе к таможенникам. И дальше. Вы не были там. Ну, в общем, какая разница для рассказа у братья как-то ходячим поклонникам была я или не была во Львовской области. Это же совершенно никак не влияет. Дальше выясняется, что я была, и более того, была в том районе, где она работала, значит, этим самым таможенником. И здесь как бы устанавливается совершенно другой уровень близости. То есть моя позиция и ее позиция были сближаются, потому что мы, оказывается, объединены одним общим прошлым и одними какими-то жизненными, пространственными ситуациями. И если вначале она ко мне обращалась на «вы», «вы» не были там, то под конец она начинает говорить мне «ты». Значит, вот это подобного рода рассказ служит для информанта, для носителя традиции, некой такой стратегии установления некоего общего информационного поля, общего фонда воспоминаний, если так можно выразиться. Значит, вот опора на эти некоторые общие для нас детали наших биографий, оказывается, для нее чрезвычайно важна для того, чтобы рассказывать дальше. И в том, что если до этого она отвечала мне довольно формально и коротко на мои вопросы, а вот говорили, что самоубийцы никак не могут присутствовать, да, не могут. Говорят, что они ходят после смерти. Поэтому ходят. Вот эти признаки. Вы видите, эти ответы очень короткие, и они действительно являются поверенными. То вот после, так сказать, выяснения вот этих вот неких общих биографических черт, она начинает рассказывать это все на уровень эмоциональнее, ее рассказ становится эмоциональнее и гораздо более подробнее. Она включает в свой рассказ такие подробности, которые, значит, с одной стороны гиперинформативны, да, она рассказывает о том, как, значит, была устроена эта таможня, как там эти товарники картошку возили, как там эти колеса переставляли. Но это создает некоторую структурную опору для развития ее рассказа о братстве. То есть она выстраивает через воспоминания о конкретном эпизоде своей личной биографии некую, как бы сказал Ван Дейк, ситуативную модель, опору на которую помогает порождению вот этого текста о братиках-ходячем покойнике. То есть в данном случае для меня представляется важная мысль, что информант, опираясь на воспоминания о каких-то своих личных биографических элементах, используют их для выстраивания текста, для выстраивания высказывания в не меньшей степени, чем опираясь вот на ту металлогическую модель, которая лежит в его сознании, и которая позволяет ему рассказать и эту будильнюю, то вот этот текст мифологический порождается вот с опорой не на одну, так сказать, не на одну опору на мифологическую модель, но биографическая ситуация, в которой эта модель развивается, она служит вот этой второй необходимой опорой для порождения данного текста. И поэтому в ситуации, когда информант доверяет собирающему и начинает рассказывать в индивидуальном опыте, он, безусловно, у него возникает потребность для порождения этого текста опираться не только на эти мифологические модели, но и на элементы своей собственной биографии, они включаются неизбежно вот в эту ситуативную структуру, ситуативной модели, которая помогает воспроизводству или порождению мифологического текста, в данном случае былички. Ну вот такое небольшое наблюдение. Я бы только хотела сказать, что анализ некоторого количества подобного рода кусочков интервью, взятый из разных текстов, из каких-то полевских, из карпатских записей, из некоторых северно-русских, показывает, что вот тот набор автобиографических вкраплений, которые используются для рассказа быличек, он, в общем, довольно универсален и одинаков, и, в общем, практически не меняется, то есть не зависит от конкретной культурной традиции, ну, вообще, ну, по крайней мере, для славянства это так. То есть это указание на семью и семейные обстоятельства, это указание на некоторую социальную, то есть трудовую деятельность, на свой трудовой статус, и это указание на конкретное историческое время. Я, простите, позволила себе пропустить некоторые детали, потому что, ну, чтобы текст был немножко короче, но там она довольно подробно в реальном интервью говорит о времени, когда это было, и выясняет, о какой времени я была в этом самом Мастинском районе, то есть это еще такое вот, как бы, сверка вот этих временных хронологических элементов. Вот эти вот три биографических элемента, которые как вкрапления встраиваются вот в этот рассказ о мифологическом явлении, на мой взгляд, не являются никаким вот сверх, так сказать, ненужным, сверхинформативным, гиперинформативным, ненужным мусором, который информант туда включает, ну, просто потому что поток сознания несет, а он выполняет очень важную текстопорождающую функцию, то есть он является необходимой второй опорой, на которую опирается человек, развивая вот это вот свое высказывание о мифологическом персонаже. Все, спасибо большое. Спасибо. 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 Медицинские тексты. Спасибо. Спасибо. И я бы так сказала. А можно еще соображение по поводу, когда во время беседы некоторые информанты пытаются выяснить кто, откуда есть, что ты делал. Ну то есть пытаются как раз установить что-то. Ну, вот там, я не знаю, ВОВ установить. Там, если болел ли, есть ли у тебя ребенок, а ты спрашиваешь про родину, а вы замужем. А есть информант, ты помнишь, Марина, мы с тобой ходили как раз в травнице, которая ничего про тебя не спрашивает. И, соответственно, выдает такие же тексты, очень скупые, и очень такие ответы на вопросы просто. Никаких ремаратов, никаких историй о соседях, ничего не будет. То есть это будет ответным, и если ты ее не интересуешь, и она не установила с тобой контакт вот такой личный, значит, и, в принципе, и тексты вот такие же. Безусловно, да. Еще по этому торт, в принципе. Да, вот я отчасти об этом говорила. Это вопрос доверия. С одной стороны, доверия информанта к собирателю. Второе, установление некого общего, так сказать, жизненного опыта, некого общего фонда, так сказать, фонда жизненного опыта, который объединяет людей. Это вещи, которые сближают, да, и которые уменьшают вот это расстояние между людьми, которые были только что совершенно незнакомы. И поэтому для нее это еще одно важное обстоятельство, как раз важно, когда информант, так сказать, раскрывается и дает наиболее интересную информацию, когда ему интересно с тобой разговаривать. А интересно ему разговаривать, когда вы интересны как человек, потому что он, так сказать, совершенно не понимает, зачем вы к нему пришли. Он не понимает логику ваших вопросов, он не понимает, зачем вы ему эти вопросы задаете. То есть вот научная сторона, которая интересует вас, ему совершенно неведома и не нужна и непонятна. И он не пытается ее даже понять. Он будет с вами разговаривать и разговаривать искренне, когда он вас видит, увидит близкого человека, который ему интересен и чей жизненный опыт каким-то образом сопряжен с его собственным. И тогда он будет раскрываться и рассказывать вам там все подробности. То есть это не факт, что это может зависеть темы, каждый раз, ну там медицина или облички, еще что-то, он каждый раз будет искать подход и вот в каждой теме искать точку соприкосновения. Вот я нашел, ага, и все уже, уже в принципе больше ничего не надо. Ага, это правда. Ага, это правда. Ага, это правда. Спасибо, еще. Да, пожалуйста. Да, Елена Евгеньевна, спасибо огромное. У меня два, не знаю, сомнения, поправки. Гали, я понимаю, что вы взяли personal experience, да, нарратив, который основан на личном опыте, в целом, как рассказ о сне, но в частный случай, и экстраполировали это на весь корпус мифологических рассказов, утверждают буквально следующее, о том, что хронотоптная подложка и, скажем так, историческая подложка, которая позволяет сблизить форматы и собирателя, позволяет текстуализировать некоторые мифологические сюжеты, во-первых. Вторая вещь, ну, я думаю, что нужно ограничить все-таки пока personal experience, да, чтобы быть более точным, а для того, чтобы делать какие-то выводы, нужно взять несколько интервью, можно, я не знаю, все полезки попробовать, со снами, с медициной, с буличками, и дальше посмотреть, как они с этим рассказывают быличек, то есть есть вероятность, что он, на самом деле, не влияет на степень полноты и текстуализации некоторого текста. То есть я пока не очень понимаю, как это можно, ну, я понимаю, как это можно сделать, но очень хочется статистики. А вторая вещь, не кажется ли вам, если расширить вот вашу историю про нарративизацию некоторого личного опыта, то есть, грубо говоря, любой человек может рассказать хороший нарратив после того, как мы с ним близко познакомимся, и он расставит некоторые приоритеты, метки, маркеры, это могут быть, хронотопный маркер, какие угодно. То есть если мы расширим, опять же, металлогические рассказы до некоторого хорошего нарратива, любого абсолютно, может быть, нарратива, история, да, и получается, что, в общем, это можно как сузить, так и расширить, что получается в итоге. Так, Никита, сейчас, подождите, сначала про первый, который понятнее, что касается статистики, значит, я показала вам всего один пример, не потому что он у меня только один единственный, а просто как некоторый, один из многих. Значит, вот я как раз оговорилась, что это наблюдение, вот некоторой такой статистики, где бы я обсчитала и сказала, вот мною, там, обсчитано столько-то там текстов, и из них столько-то содержат вот эти биографические вкрапления, в данный момент я не могу, я могу только сказать, что это некоторый постоянный элемент, который вполне часто встречается в рассказах информатов, причём информатов из разных, так сказать, мест славянского мира. То есть это некоторая тенденция, которая требует наблюдения, и которую не надо выбрасывать как мусор. Значит, трудность заключается в том, что для того, чтобы выяснить статистику, это надо всё прослушивать своими ушами, потому что, вот как правило, как я уже сказала, это воспринимается, эта информация воспринимается как некий излишний, так сказать, мусор, который уходит, так сказать, в отходы, в полезских записях. Вот почему, так сказать, полезские записи, их все целиком надо прослушивать, вот из того, что там осталось в сохранности на бобинных этих плёнках, потому что на карточках, которые там расписывались, там вот только голая мифологическая информация и ничего больше. Вот это всё шло, так сказать, в отвалы просто, вот эта информация, которую я сегодня озвучила. Поэтому, в общем, эта работа интересная и перспективная, но она требует вот некоторого, так сказать, вот... На Самойловке это очень легко и хорошо сделать, потому что мы расшифровывали целые интервью. Это можно, и у нас есть оголовление, по которым это можно вылавливать очень быстро. Вот на Самойловке это действительно сделать очень перспективно. Значит, поэтому я могу сказать, что это есть некоторый очень важный элемент нарратива, который... Значит, второе, значит, вы про что... Но вы привели мне некоторый пример персонального опыта, да? Пример персонального опыта, да. И, соответственно, говорите, что биографические детали, которые идут перед некоторым нарративом, если они идут, они способствуют текстуализации. Они даже не перед, они в нём находятся, и они способствуют, вот, так сказать, реализации той мифологической модели, на которой человек опирается, порождая вот эту конкретную бручку. Да, но вы экстраполировали это на весь комплекс мифологических рассказов, говоря о мифологическом персонаже, что это выступление. А я говорю, не следует ли это ограничить, во-первых, профессиональным опытом рассказы, которые используют именно этот опыт, для которого очень важны как раз те самые детали. — Никит, я, может быть, не очень аккуратно выразилась, я говорила о как раз персональном опыте, о тех нарративах, которые опираются на некий персональный опыт, который может, персональный опыт личного информанта, или персональный опыт человека, о котором он говорит. Он может передавать эти биографические детали человека, который там, бабушке, который сталкивался с этим мифологическим, с этим лешим или ходячим. — То есть, получается, для фабулата это в принципе не важно? — А для фабулата это в принципе не важно. — Ага. — Ну, не знаю, по крайней мере, на сегодняшний день я бы сказала так. Может быть, если мы немножко ещё больше над этим подумаем, может быть, в этом можно будет внести коррективы. Ну вот просто мне бы хотелось, то есть моя задача была обратить ваше внимание вот на то, что как бы привычно собирателями воспринимается как некий, так сказать, ненужный, так сказать, мусорный элемент информации, как на некий, безусловно, чрезвычайно важный элемент построения нарратива. Вот этот пафос моей речи был сегодня таков. — Спасибо. — Спасибо.